Арктический государственный институт Институт культуры и искусств – базовое высшее учебное заведение в сфере искусства и культуры для Северо-Востока Российской Федерации. Он был создан в 2000 году по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева и ректора-организатора УЗА Андрея Савича Борисова и функционирует уже 22 года. За это время, конечно же, институт приобрел определенное место, занял в плеяде вузов культуры и искусства. И мы на сегодняшний день являемся единственным вузом в арктической зоне, который представляет весь спектр специальностей и направлений культуры и искусства в арктической зоне. Фактически такого аналога, аналогичного вуза в мире не существует на сегодняшний день. Мы этим очень гордимся. Я думаю, что и те студенты, которые у нас сейчас обучаются, тоже с частичкой того арктического, наверное, северного компонента, который они здесь получают, они выходят в большую жизнь. Ну и на сегодняшний момент фактически во всех улусах нашей республики трудятся наши выпускники. Ну и не только в улусах, поскольку география наших студентов представлена очень большими территориями. Во-первых, конечно же, мы работаем на республику. Затем второй слой — это весь Дальневосточный федеральный округ. Ну и если сказать честно, то мы работаем и фактически вот на всю территорию за Уралом. То есть это, я говорю, что представлены все районы нашей республики среди студентов и среди выпускников. Это сопредельные регионы наши с республикой. Это и Амурская область, это и Чукотка, это и Камчатка. Западная Сибирь у нас прирастает таймырским округом. Мы целыми группами, по 16 студентов, по 20 студентов, студентов-заочников выпускали непосредственно для таймыра. Ну и на сегодняшний момент у нас есть студенты, которые представляют ТУВУ, артисты. Есть студенты, которые представляют тоже группами, которые представляют Горный Алтай. Они получают профессиональное образование для того, чтобы можно было уже выступать и работать на подмостках театров своих регионов. Главной миссией нашего института является сохранение, возрождение и трансляции культуры народов коренных, малочисленных народов Арктики. Это главная наша миссия. В соответствии с этим, в учебных планах, фактически сквозных учебных планах, мы даем всем студентам, начиная с первого курса, основы арктической культуры, поскольку без этого будущий работник культуры, он не может существовать, не зная истории, этнографии, арктического регионов ведения. То есть и еще ряд дисциплин, специальных непосредственно для отдельных направлений подготовки, где более углубленно ребята, студенты наши проходят те или иные дисциплины. Все это им будет необходимо в последующем, в дальнейшем. В институте по очной и заочной формам обучается 650 студентов, из которых 33 человека из числа коренных малочисленных народов Севера. Это составляет 5% от всего количества студентов, что является достижением института. Я студентка Арктического государственного института культуры и искусств. Учусь на четвертом курсе кафедры культурологии и социально-культурной деятельности, профиль менеджмент. С первого курса я отличница, а также с первого курса я староста и председатель студенческого научного общества. В этом году я летом ездила в международную летнюю школу СНО на базе МГУ. Также я прошла отбор на арт-классер Таврида, прошла курсы креативной индустрии. По национальности я Ивенка, родом из Ивена-Брентайского улуса, поселка Джаргалах. Юлианна, а почему ты выбрала именно креативную индустрию? Чем это оно тебя привлекло? Сейчас креативная индустрия в наше время очень-очень популярна. И для меня старые традиции возродить новую, на молодежь показать, популяризировать наши традиции, обычаи, чтобы новое поколение не сбывало. Мы ездили в Москву на получение именной стипендии коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Эту именную стипендию учредили в прошлом году, и получается я являюсь первой стипендианткой, что очень радостно. Я из Мамского улуса, у меня первый курс в социально-культурной деятельности. Я поступила сюда, потому что меня мама порекомендовала здесь, потому что я очень творческий человек, она это увидела с раннего детства. Я очень разнообразный человек, я люблю рисовать, петь, танцевать. Ну и поэтому она решила меня сюда, где есть очень много разнообразия, социально-культурная деятельность. Ещё что могу сказать, то что Мамский район, это мой дом, я его обожаю, там очень красивая природа. Ещё у нас очень много чего интересного, например, сам Мамский район. Мома это означает кишка по-явински, потому что у нас есть река Мома, она вот такая извилистая. Многие бы подумали, что это змея, но потом, ну, эвены в основном же, как сказать, едят только мясо, и поэтому они видят в нём кишку, а не змею. Это у нас не стереотипы, а взгляды. Ещё Мома, само слово тоже по-явински, это означает поле, потому что когда были первооткрыватели, ну, эвенские, они увидели чистое поле. Я его изучаю уже с начальных классов, но нас как-то учат разговорному, что ли. Я его могу понять, но писать я затрудняюсь. Меня учила сперва Анна Петровна, она была учителем начальных классов. Потом меня начала учить, это уже кружок был, это детский дом из творчества, короче. Вот. И это Мария Прокопьевна Ноганет. Она известная писательница, ну, известная эвенская писательница. Вот. И я очень рада, что у неё поучилось. Она очень хороший учитель, она даже не требует чего-то, она даже не ругает. Она просто, знаете, такой человек, что... Она очень влиятельный такой человек, можно сказать. Она ещё любит сшивать куклы, ещё делать спектакли. И это как бы, как сказать вам, это как бы необычная система обучения. Через это она, и куклы у нас учила разговаривать. И это играючи, можно выучить что-то. Мне как-то очень понравилось это. Я хотела бы стать режиссёром фильмов или даже спектаклей каких-нибудь. Это очень красиво, как по мне. Затрагивает души людей. В красивой парке с роскошной косой заочница-долганка из далёкого таймыра. Долганскому искусству я учу детей. У меня клубные формирования, кружки. Кружок у меня, группа Чакулик, ансамбль Путараны, вокальная группа «Северное сияние», кружки дополнительные ДПИ, детская и взрослая. Мы любим шить. У меня вот Долганская парка. Сама шила. И ободки шьём, кумаланчики шьём. Танцуем мы танец хэра с детьми. Это круговой танец традиционный. Танец переводится «Встретя солнца». У нас в школе есть урок долганского языка. Дети учат. В посёлке у нас эвенки и долганы проживают. Да, очень скажу вам, что не сильно знают свой язык. Очень насчёт этого я. А так мы стараемся проявить детям вот этот потерянный язык. И вот в творчестве мы решаем эту проблему очень. Дети, конечно, очень рады и тянутся к танцам. И творчество тоже долган. У нас есть проекты. Городского центра народного творчества. Проекты. И вот у нас выиграли недавно мы проект «Поющие орнаменты». И у нас мастерская. Вот и шьём вот эти костюмы и бисером. Нам материалы дают. Это бисер, сукно. И дети приходят на этот кружок. И вот мы этим и занимаемся. И наша долганочка-северяночка. Ирина Митрофан. 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 У нас есть другая семья. Да, я не знал таких героев, как и я, как и я. Я знал, что очень просто мама. Я знал, что, это очень интересно. Это очень часто воспринимают те же, которые учатся, но иногда бывают в том направлении школы у них иных. Они обращают, чтобы делать новое школа. Это потом, они учатся, что учатся, и сabbари הוא – и так далее. они очень много. А вот, когда все это, я поставил, давайте посмотрим, да, мы представим, что наши творчества, мы также хотим представить, что наши творчества, мы очень знакомы, которые делаютclutку, мы очень нравились, которые работают нахреновом. Да, поэтому, мы сказали, что мы видим, как мы делали, и многие люди, мы делали это на улице. В институте 9 кафедр, одна из которых – кафедра живописи и графики, где учатся очень неординарные студенты. Я поступила в 2020 году на книжного графика. Вообще с искусством у меня очень сложные отношения. Я поступила в художку в городе Покровск, и я его бросала три раза. Поступала, бросала, поступала, бросала. Ну, вначале, как все дети, мама. Ну, из-за мамы я пошла, ребенок должен куда-то ходить, развиваться. Хотели сначала музыкальное, но там места не было, получается. И вот я поступила и рисовала. Бросила, поступила второй раз уже по своему желанию. И снова бросила, потому что я просто не смогла, не знала, просто не тянула, хотелось веселиться, гулять с друзьями. И вот в 9 классе я решила, вот все, Кристина, давай, это должен быть твой путь. И закончила художку. Была вообще очень-очень счастлива, мне там подарки подарили. Я такая, ваааай. А потом решила стать врачом. Такая думала, тох, надо учиться на врача, это очень серьезная работа. И, ну, пришло осознание, уже подуспокоилась, такой азарт, максимализм прошел. Я решила, что искусство все же тянет больше. Очень долго металась, может, в центробуз пойти, может, в Яху поступить. Ну, агики мне показалось очень интересным. У меня было несколько знакомых, и они предложили туда, ну, по художке. И вот я поступила, и в первом курсе я очень удивилась. У нас художки вообще по-другому учили. Ну, дети, школьники, а тут делай все, что хочешь, но рисуй. Я такая, ушла в разнос просто, ничего не делала, тоже, как обычно. Но потом, вот, я сейчас третий курс уже, можно сказать, прошла половину пути. Ну, мне очень нравится. Я стала более осознанно рисовать, нашла свой путь. Я поняла, ну, мне нравится более такой стиль США, Америки, 90-х, не знаю, что-то вроде такого. Но сейчас мы проходим, тох, этнические сказки, можно сказать, народов Арктики. И, да, тоже очень нравится. Мы изучаем узоры, как вообще люди выглядят, ну, и тому подобное. Вот. А почему именно книжная графика? Вот. У нас кафедра живописи и графики. И до нас была печатная графика. Получается, я думала, что поступлю туда. И когда поступила, оказалось, что у нас получается экспериментальная группа, книжная графика. Я подумала, давай, и что мы будем делать? И, ну, оказалось очень интересно иллюстрировать книги. У нас очень много направлений художественных, получается. Мы можем не только иллюстрировать, также пойти в CG, в игровую индустрию, анимацию. Кстати, сейчас очень большая проблема, я думаю, в Якутии с анимацией, поэтому было бы неплохо как-нибудь туда влиться тоже. У нас есть, ну, такой студенческий союз, художник, можно сказать, что-то вроде Берца называется. Мы занимаемся комиксами, пока только начинаем и развиваемся потихоньку. Вообще, очень интересуюсь тату. Было бы неплохо взять курсы, но пока я еще не определилась. Очень много вариантов, если честно. Та же анимация, тату-индустрия, CG. В общем, все очень интересно, я пока еще не попробовала вообще до конца все. У нас очень хорошие преподаватели, в особенности люблю Туяре Ефимовну, Надежду Сергеевну. Михаил Старостин тоже очень хороший преподаватель. Вот, видно, ну вот, начну, пожалуйста, с Туяре Ефимовны. Она очень деятельная женщина, она вот бежит туда, бежит сюда, очень разнообразная. Она говорит, учитесь, учитесь быстрее. И она меня вдохновляет, в общем, смотрю на нее, ну, она же в возрасте. Извиняюсь. Ну, и видно, что все еще дух есть в ней такой активный. А Надежда Сергеевна, она, как противоположность, спокойный ручеек, вот так. Мне нравится ее очень стиль в линогравюре и ксилографии, такой тоже мягкий. Вот. Михаил Старостин, он. Я с ним познакомилась, ну, не так заочно познакомилась, когда, не знаю, лежала, и какие у нас художники вообще Якутии. И наткнулась на него, ну, вообще не знала, кто он вначале. Смотрела на картины, и одна картина, кажется, «Путь охотника» или как-то так называлась, очень заинтересовала. Ну, такая, такой интересный стиль, в принципе, я такой видела. Такая, вааа, какой классный художник, интересно, где он живет. Вот. А потом я прихожу сюда и вижу очень знакомое лицо. И так, о, серьезно? Нет. В общем, это был он. Я так удивилась, когда, в общем, очень много знаменитых художников нас учат. Это вообще Агики классное место получается. Вот. Я из Аннабарского района, села Соскалах. На данный момент я являюсь студентом второго курса Арктического государственного института. Я учусь по направлению живопись. Вот. А чем тебя привлекает живопись? Ты сам начал писать, когда? Ну, в детстве я сначала начинал именно с лепки. Вот. В детском саду, да, вот. Меня больше всего интересовал пластилин, потому что пластилин, он такой, как бы, вещь универсальный, да. Из него можно слепить что угодно по своему фантазии, там, или какого-нибудь персонажа, да, который тебе понравился, вот. А так я начал рисовать в позднем возрасте. Вот после того, как я уже повзрослел. А так я с самого детства занимаюсь именно лепкой. Вот. До сих пор уже люблю. Увлекаюсь. Творю. Что-то придумываю новое. Ну, себя вот экспериментирую, да, ищу. Ну, в основном я люблю на северную тематику. Потому что я люблю свою родину, да. После окончания колледжа, это было в 16-м году, я поступил в Намский педагогический колледж имени Илья Егоровича Винокурова по направлению учитель изобразительного искусства. И там я впервые, вот, серьезно, да, начал уже рисовать, но познал, вот, основу. Потом так и окончил, но в 21-м году, да, после Нового года, вот, наступление 21-го года, администрации Набарского района объявили конкурс рисования именно. И я там нарисовал композицию с всеми изображениями. Ну, да, изобразил там семь картинок, маленькие, такие минималистичные. И это была моя вот первая масляная работа именно. Вот. Ну, было интересно, да, познать, ага, писать маслом, новый материал. Ну, что-то новое познаешь. А что там изобразил-то? Так, я там изобразил, ну, картинку я назвал «Богатство Набара», да, то есть, на чем держится Набар, ну, там, чем славится Набар, там, например, строгодины, говорят некоторые люди, некоторые говорят, это, алмазы, там. Ну, в основном я вот в картинке, да, показал вот именно оленеводов, то есть, северный человек, да, вот, без северного оленя воду жреть не может, потому что без северного человека олень это все. Вот с наших предков-то это уже так и говорят. Не то, что говорят, а так и было. Вот олень для нас, да, вот для северян давала все. Одежду, питание, жилье и так далее. Почему ты решил поступить в институт? Сам я тебя тут порекомендовал. Ну, скажем так, я ранее говорил, да, что я занимался левкой, да, и после окончания колледжа я вот хотел поступить именно на скульптора, вот где-то в центральном вузе. Потом я подумал, подумал, и мне сказали, что есть АГК. Ну, это заведующий кафедры, а Шапошникова, это Ярифимовна. А ты стал каким-то номинантом? Угу, так, ну, вот это мое самое первое большое достижение, скажем так, да, в жизни. Это он стал, ну, разработал, нарисовал официальный герб Соскаласского наслега. Не Анабарского района, а герб Анабарского района уже существует давно, вот его в 98-м году написали, что ли, вот Юрий Спидонов. В 21-м году, в феврале месяце, администрация наслега объявили конкурс, конкурс создания официального, официальной эмблемы Соскаласского наслега именно. Ну, мои отношения уже знали, что я творческий человек, рисую, и они тоже меня встречали. Ну, когда я встречали на улице, да, мимо проходя, они меня тоже спрашивали, что ты будешь выступать, да, надеюсь, ты будешь выступать. Ну, я особо об этом изначально не думал, ну, выступить или выступить пока что не решился, да, потом уже все-таки принял решение. Ну, надо проявить себя. А вдруг что-то получится, но я к таким результатам, ну, никак не рассчитал, реально, что-то выйдет, да. Вот, так и получилось. Ну, изначально я нарисовал где-то 10 эскизов, и мы вот через определенный период времени проводили собрание, вот с комиссией, да, там вот у нас тоже выдающиеся люди собрались и смотрели вот на мои эскизы и говорили вот о своем мнении, то, что им нравится, что им не нравится, что они хотят поправить там и так далее. Вот. И мы вот так проработали в течение одного года. Там, потом эскиз отправляли вот сначала в Санабарского района в Якутск, потом в Санабарск, дальше в Москву, потом обратно уже. И в 21-м году вот мне официально вручили, ну, свидетельствующий документ, ну, грамоту. Изобразил, что главное является именно для Санабарского наследия? Ну, центральной фигурой является северный олень, и с боковых сторон есть, ну, летают пушканчики, тулуктар, да, они со скала, со скала, со скала, с кинесли, они прилетают именно к наступлению весны. А со скалах, это, если сказать по-якустски, да, начинается сас, да, вот. Там еще горы были изображены и земля. Вот. Олень, бегущий именно как вперед, в будущее. Собственной задачей формирования нового поколения специалистов, укорененных в своих культурах и открытых миру, Арктический государственный институт культуры и искусств отлично справляется. Он стремится стать и становится центром формирования в регионах северотворческой интеллигенции, глубоко понимающей истоки и специфику родной культуры и развивающей, продвигающей ее в будущее.